Всем зрителям большой привет, с вами Кторхонт, это наша с вами любимая уникальная Европа 4 пятая серия. Продолжаем кампанию за ацтеков, покорять колонии европейцев, а далее уже двигаться и к самой Европе. Ну думаю в этой серии мы еще не успеем, но зато мы займемся с вами Америками, притом вплотную. Если кто не знал, то да, можно нападать на американские колонии европейских стран вообще без проблем, за них никто заступаться не будет. Об этом кстати немало писали, да, я тоже об этом знаю, но я не нападал пока что, потому что была возможность съесть и так по мелочи кого-нибудь. И кроме того, у нас расширение живо, вот его уменьшим и потом пойдем в захваты. Тут как вы понимаете, Португалию можно здесь захватить, одну колонию, здесь еще другую колонию Португалию, здесь британскую Колумбию подъезд, здесь наконец-таки Вест-Индию тут съесть. А то чего она тут рядом с нами-то живет, да? Нельзя в Америке им давать. Ну и здесь Костелия тоже достаточно скоро должна заколонизировать несколько территорий и тоже здесь появится автономия, с которой мы с вами потом в будущем разберемся и захватим ее спокойно под свой контроль. Как говорится, зачем колонизировать ее самим, если можно все отхватить. Что ж, всем приятного просмотра, надеюсь вам эта серия также зайдет, усаживайтесь поудобнее, начинаем. Ну что, нападаем первой целью на Португалию, 7000 стража наши схватываются, он тут через мою территорию решил побывать с какими-то местными этими. А в итоге смотрите-ка, мы его по тактике лучше, по дисце лучше, ооо, шот, да, все, шотнули его армию и у нас с вами остается что, 0-0, это легкая победа сейчас будет. Все, в итоге захватили 5 октября 84-го года, миримся, все территории здесь становятся нашими. Ну а что, мы же не потерпим здесь рядом с собой у каких-то жалких, да, опа, все, колонистов. Вся территория наша, единственное здесь католичество, но в целом оно меняется более-менее, еще бы сюда призную культуру, но я думаю мы с вами разберемся с этим делом. Может быть потом когда-нибудь религию возьмем, хотя и без нее, наверное, справимся. Первая колония, выгнали ее. Опа, Кастильская Вест-Индия вступает в коалицию, я так подозреваю, сейчас еще кто-то к ней вместе, да, подключится, потому что вряд ли она одна там. Ну давай пока на Британскую Колумбию сходим. Опа, подожди, аааа, Португальская Перу? Плюс 7, агрессивка 18. Хм, давай тогда на Колумбию, пока здесь агрессивка 13. Объявляем войну, здесь на колониализм. И погнали, как говорится. Да вообще армии никакой особо нету, флота тоже. Так что мы сейчас будем доминировать с вами и унижать противника. А колонию мы кстати дадим за колонии, здесь немножко осталось, ну или заберем, посмотрим короче. Шотнули их армию, это уже хороший плюс. 0-0. Замечательно, просто унижаем противника как только можем. И забрали столицу, флот сейчас тоже выбьем. Прекрасно. Остается добраться всего-навсего до сюда и вот это вот побережье Колумбии тоже подсобирать. Да, как я вам и ранее говорил, здесь Британия раскачивает свои территории, также здесь Ньюфаундленд уже есть. Так что мы сюда тоже можем спокойно войти, захватить эти территории. В целом-то через время здесь вообще не будет ни одного колониста и ни одной колонии. Все будет наше. 100% победа над Британской Колумбией и можем мириться. Все вот это вот забирать себе. Правда нам опять же гарантирует коалицию. О-о-о, касты. Неплохо, неплохо. Хорошо, я вас понял. Нам как бы говорят о том, что жди большую коалицию, жди беды. Португалия, каста, Британская Колумбия, Уилла. Ну в целом не так уж и страшно на самом деле. Не такие страшные страны, поэтому давайте забираем все это дело. Монеток тоже себе заберем. Отлично. Ацтекская Колумбия теперь тоже официально есть. И мы наконец-таки можем поражать увеличение ранга. И мы становимся с вами типа как бы империей, но все равно Великой Республикой. Ну какая разница? Все равно более высокий, скажем так, ранг мы взяли. Все-таки контролируем уже немало территорий. И да, нам теперь надо, наверное, Португальскую Перу. И у нас пока с ней все нормально. Как раз-таки захватим Перу. Здесь, я так понимаю, она очень большую территорию имеет. Дарио де Лопаты как раз. И неплохо так поживем. Хотя еще было бы неплохо сходить и на Кастильскую Эст-Инзию. Но здесь коалиция, как видите, уже вместе с Португалией. И Тайроной. Так что надо быть аккуратнее. Может быть кто-то не знает, но самое приятное в захвате таких колоний. Это, смотрите, стабильность и сверху расширение нулевое. То есть эти территории на ноль. Да я их, конечно, национализирую, чтобы потом с верой заняться. А так, в целом, это идеал. То есть, смотрите, никаких проблем, ничего, только беспорядки. А так можно даже не национализировать и жить с такой территорией и дальше. Но самое неприятное, у нас коалиция сейчас сформироваться будет. Ну ладно, думаю, справимся, разберемся. Не так уж много коалиций, так что жить будем. Ну что, погнали. Кстати, если что, даже если они в калиции есть, эти колониальные державы, то они все равно не призывают своих калиционеров, скажем так. Поэтому можем спокойно сейчас по завоеванию напасть и забрать Кастильскую Вест-Индию. Благо, 18 у нас тут уже есть. Так что сейчас спокойно высаживаю эту армию. И идем добивать и убивать. Надо поймать, кстати, сразу же, чтобы не дать им шансов. А то я знаю их. Куда-нибудь спрячутся, а мне потом страдают от них. Отлично. Смотри, пока боевой дух у них был неполный, мы их немножко так понервничали. Дали им немножко проблемчик. Давай, добиваем. Отлично. Все, шотнули. И это победа. А с одной умением плюс 15 стать еще. Вы просто посмотрите на это. Если я захочу забрать пол сейчас Кастильскую Вест-Индию, то сверхрешение 284 пункта штрафа Вест-Индию и 33 Великобритании. Великобритании, мать твою, 33. Великобритании, которая отсюда вообще далекая и вообще должны быть все равно. Но нет. Она такая типа, тут забираю территорию. Нет, как такое возможно? Придется, короче, ждать конца года, чтобы агрессивка спала, потому что от 50 начинается данное дело. Так что пока подождем. Так, Португалия объявляет войну. Это достаточно опасно, скажем так, потому что сейчас начнутся куча высадок. Ну давай. Ууу, она еще и готова к войне. Хм, да еще и не одна вместе с этой страной. Ну что, давай тогда мириться. В коалицию ВБ не залетает. Так что нормально. Динжаток тоже отсюда стребуем и все. В итоге все карибы наши, а вот дальше война с Португалией. Здесь уже явно будет не так-то просто. Ну кстати, одно хорошо, что это карательная война, так что побеждая в битвах мы будем получать плюшки. Так что нам самое главное побеждать в битвах, а остальное прибудет с нами и так. Так, ловим сейчас армию. Шотаем здесь немножко уже 6 процентов. Уже неплохо. Шотаем еще одну армию. Отлично. Счет уже получше. Так, и здесь. Две горы. Джунгли. Джунгли могут не спасти. Пять тысяч, разброс большой. Они скорее всю эту крепость заберут. Не смогу я здесь ничего путного сделать. Но у меня еще на подкрепе есть армия, так что я думаю мы от этого отыграем с вами. Ладно, пасемся как-нибудь. Из этой тяжелой ситуации уже думаю. Все, идеально он агрится на нас. Успей. Отлично, 4 счета получили. Уже неплохо. Смотрите-ка, 16. Отлично. Атакуем. Пока высадок больше нигде никаких не было. Так что жить можно. Безусловно, очень хорошо можно жить. И нам тут еще предлагают каких-то кого? За 0 монет. Пф, давай. Кондотеров за 0 монет. Почему бы и не взять, как говорится. Это же вообще халява халявная. Так что давайте. Шотаем еще. А, нет, не шотнули, к сожалению. Я думал шотнем. Но нет. Просто откинули одну армию. Не есть хорошо так-то. Вопрос, можем ли здесь поймать армию, пока в нас не влетит еще кто-то? Сможем. Престиж, стабильность, престиж. Неприятно, но что поделать. Вот, тут уже шотнули. Красиво, 34% есть. Это наше все, скажем так. Победа прям на грани. Надо сейчас еще тут крепость отбирать. И тогда можно думать о хорошем таком, скажем так, мире. И где-то еще счет падает. Где-то кто-то погибает. Кстати, возможно, где-то здесь воюет с кем-то. И это печально, на самом деле. 2 тысячи он выбил, к сожалению. Так, сейчас он будет здесь пытаться нас забрать. Здесь у нас командующего нет. Нам надо успеть сюда очень, можно сказать, быстрее. Так, восстание партикуляристов. Не успею, да, сейчас? Не успел, к сожалению. И сейчас с огромной армией вылетаю на него. Успел победить, но это прям тяжко. Знаешь, на грани, на грани здесь прям вышло. Еще чуть-чуть и можно было бы продуть. С минус 2 на нас напали, но отлетели все-таки. Ха-ха-ха, неплохо. Не, мне это нравится, то, что они убивают собеседность. Это, конечно, приятно. Так, ну там, я думаю, шотнем, да. 50 процентов. Но сдаваться враг, как вы видите, не собирается. Ибо зачем? Зачем нам сдаваться? 56-57, но уже, кстати, интереснее. То есть чуть-чуть и можем добить. Так, 54, уже интереснее. Но пока отдавать нам тоже ничего не гораздо, скажем так. Хотя вот так вот можем замириться. На выплату репарации, на 362 монетки, на вот эту вот территорию. И в целом все, потому что у нас тут партикуляристы востали, нам надо бы с ними разбираться. А, можем еще вот так. Да, давай тогда, наверное, еще... А это колония или... Нет, это полная территория. Давай тогда ее тоже заберем. Поменьше денег тогда потребуем. Вот так вот. 170 монетки. За ту территорию забираем. Бамс. Победа. Прекрасная. Без вопросов. Обзавелись новыми территориями. Жизнь прям становится прекрасной штукой. Что ж, я готов к еще одному интересному делу. А именно, Флорида. Здравствуй. Завоевание только. А почему нету колониализма? Может, колония, колонии нет? Хм. Ну ладно, значит, по завоеванию нападаем. Что по раскладу сил? Пять тысяч. Пять тысяч против нас. Пять. Вы понимаете это количество? Пять. Целых. Пять тысяч. Это такая страшная территория, что слов просто нету. Ну давай, погнали. Разберемся со всем этим делом. Блин, они еще воюют с другой страной. Вот это вот, конечно, неприятно. То, что здесь, как ты видишь, еще забирают. Ну ладно. Я думаю, мы успеем, да. Ну, часть территории мы успели. Подъезд, другую, к сожалению, забрали у нас. Ну что, миримся с Флоридой. Часть территории, к сожалению, забрать не могу. Я тут тоже забирать не буду. Это колония. Наполовину, конечно, заполненная. С другой стороны, можно бы и занять. А с другой стороны, чего нам бояться? Давай ее займем. И как бы не будем париться. Да? Да? Давай займем. Займем тоже колонию. Заберем себе все как надо. Мир. 1700 потеряли. Ну, очень долгая война. Без вопросов. И очень страшная, да. Потери прям, ух. Сустрей, побережье Северной Америки у нас вырисовывается. Территорий уже здесь немало. Так-то, да, выглядим вполне себе уверенно. Ну что, нападаем еще на одну страну. И... Давай чуть пропустим это. 13 колоний. Да, мы тоже в ЭБ, здесь не дадим нормально жить. Ну, а что вы хотите? Сколько там? 6 тысяч? Вообще фигня. Уничтожаем армию. Все. Как говорится, все тяжести этой войны закончились. Врага больше нету. Ацтеки просто покоряют все, что только могут. Ну и 13 колоний еще здесь вот есть под Ньюфаундлендом. И это, кстати, как раз идеально для нас, чтобы сюда протопать. Очередной полный захват колонии. Так еще и деньжат заберем. Бамс. Ацтекский мэн. Неплохо. Ацтекская Флорида. Все дела. Ацтеки просто имбуют. Наш правитель с очень странным именем Ахауакатль имеет множество интересов. И у нас вот варианты. Нам стоит стремиться к тому, чтобы достичь понимания мира вокруг нас. Правитель должен понимать законы богов и людей. И давайте не станем тратить его время и деньги на такую ерунду. Давайте правитель должен понимать законы богов и людей. Кастилья. Армия. 3000. О, просто посмотрите. 3000 указ. Там куча восстаний. А так, кстати, посеяли армию. Я думаю, если кому-то интересно, то, ну, даже Великобритания и то меньше, чем у нас. Понятно, что по флоту, да, у них больше. Но так мы и пока ведем. Ну что, нападаем на миг маков. За них вступаются иракезы. Уракезов, кстати, кто в союзах? Еще Оттава есть. Оттава где-то здесь. Но Оттава нам не сдалась. Поэтому погнали так. Да. Война, что проскладываю. 7000 там. И думаю, примерно столько же будет ждать нас где-то здесь. Ну, или чуть побольше. 16000 в итоге. На уровень 4 регионализм появляется, реформ, и здесь выбор. Между содержаниями владений минус 25. Вроде бы неплохо. Очень хорошее административное деление плюс 5 числа владений. И союз государств глобально торговля не плюс 10. На самом деле, со временем я, скорее всего, перейду на глобальное торговое влияние. Но сейчас из-за того, что у нас слишком много территорий, 0.46, коррупция просто дико. Давайте-ка мы с вами возьмем административное деление. Чем больше владений, тем, естественно, здесь должно быть меньше. Видите, уже 0.36. То есть 0.12 коррупции у нас сразу убралось благодаря этой реформе. Это очень и очень, поверьте мне, приятно. По деньгам тоже, кстати, почти 7 монет нам добавили за это. Миримся с Сорокезами. Забираем 3 территории здесь и немножко деньжат. И уже неплохо. Смотри, Ньюфаунглит мы здесь отделили, они дальше двигаться не могут. Потому что, да, как я вижу, здесь идут активные захваты. И это, естественно, не есть хорошо. А вот и здравствуй остатки 13 колоний. Он здесь опять растет. Ну, это как бы цель на будущее, чтобы вернуться к ним и показать, кто здесь все-таки правитель истинный. И еще один мир на 70 монет. Забираем себе другую территорию. И теперь мы прям себя чувствуем, ух. Смотрите, тут плацдарм. Тут плацдарм, тут плацдарм. Теперь все это надо объединять. И у нас прям великая ацтекская империя поистину будет. Внедряем себе институт. 1812 монет. Но, наконец-таки, у нас будет печатный пресс, минус 5 затабильности. И да, это не есть хорошо, потому что уже как бы есть следующий институт. Это у нас глобальная торговля, которая внедрилась, естественно, не у нас. Но что поделать. Ладно, поживем и так. Благо, у нас хотя бы есть с вами возможность сейчас взять техи достаточно дешево. Да. И, кстати, очень важно. Тех был 14-й, там, боевой дух на единичку роз. А это очень хорошо. Да и тактика тоже прибавилась. Так что, в целом, пока мы будем воевать более-менее хорошо. А вот это сейчас весело, смотрите-ка. Раз Великобритания против нас в коалиции, то даже если мы нападаем на Ньюфаундлен, который против нас не в коалиции, то вступается Великобритания. Ровно то же самое, кстати, с португальской Перу. Если я нападаю, то вступается и Португалия, и Уилла, и Кастиля. Вот, знаете, это приятно. Я обожаю коалиции. Это самое лучшее, что только возможно. Но, блин, ВБ, Каста, Португалия, это же ужас просто. Это огромнейшая коалиция. И если они на меня влетят, они на меня, скорее всего, влетят, то мне будет бобом. Поэтому, скорее всего, нам сейчас придется какое-то время посидеть мирно. Потому что, ну, подождать. Воевать пока, видимо, будет не особо-то можно. А вот и здравствуйте! Ацтехская империя и Пима воюют против Великобритании, Ньюфаундлен, Де Кастиля, Рио-де-Лаплант, Теренатцтиколония, Португалия, Португальская, Уилла и Флориды. Единственный плюс, что вот здесь вот наши войска готовы прям сразу же влететь в эту Уиллу, размотать ее и в целом-то жить вполне себе неплохо. Но ситуация критичная на самом деле. Очень много, скажем так, неприятных мест. О, еще и флоридские сепары тут рядом. Вода сразу же станет опасной. Но вот этот меня, конечно, радует. Здесь я смогу Португальское Перу поджать и Уиллу. Здесь Ньюфаундлен тоже есть армия 20 тысяч. Но если они придут под крепы, а не придут под крепы, то это Кирдых, мягко говоря, и ГГ. На этом данный ролик подходит к концу. Что ж, делайте свои ставки, как пройдет данная коллекционная война. Кто вы от нее ждете и какие результаты, скорее всего, будут. Как преобразить Ацтекская Империя после данной тяжелой коллекционной войны. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии и советы, если они у вас есть. Также можете оформить спонсорскую подписку. Всем спонсорам большое спасибо, кто ее уже сделал. Ну и всем до скорых встреч. Скоро Ацтеки будут втянуты в Великую Войну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.